Полиция ищет родителей ребенка, которого накануне нашли в Иркутске. В настоящее время устанавливают личности родственников девочки, а также выясняют обстоятельства, при которых ребенок оказался один. Сейчас в Ивана Матрёнинской больнице находится наша съемочная группа. На связи с нами Александр Матрёнин. Александр, расскажи подробнее, при каких обстоятельствах девочку нашли, что известно о ее родителе. Павел, еще 27 июня в отдел полиции номер 4 по Ленинскому округу города Иркутска обратилась женщина, которая сообщила, что 24 числа она сама проживает в Ленинском районе по улице Горка 5. Она сообщила, что как-то вечером зашла к соседу своему попросить, чтобы он сделал вели себя потише, увидела, что сосед выпивает. У него какие-то знакомые, тоже в нетрезвом виде. И там был ребенок приблизительно 3 лет. Она спросила, где родители ребенка, на что сосед не смог дать внятного ответа, и попросил эту женщину, чтобы она взяла этого ребенка к себе. Два дня она кормила этого ребенка, девочку, поила, одевала как-то. Но потом родители так и не появились. Появились, и она обратилась в отдел полиции с просьбой, чтобы все-таки нашли родители этого ребенка. Незамедлительно 27 числа ребенка доставили в Ивано-Матрионскую детскую больницу, потому что ребенку требовался уход профессиональный, возможно, даже медицинская помощь. И сейчас вы можете видеть вот этот ребенок. Это девочка. Себя она называет то ли Карина, то ли Полина. Примерно ей 3 года. Ребенок очень общительный. Говорит, что маму зовут Аля. И о том, как себя ведет ребенок, я хочу спросить студентов, которые проходят практику, то есть они добровольцы, ухаживают за детьми вот такими, у которых пока не нашлись родители. Татьяна, расскажите, как чувствует себя ребенок? Ребенок чувствует себя хорошо. Эта девочка, она очень общительная, подвижная, хорошо играет, взаимодействует с другими детьми, разговаривает, говорит не только отдельные слова, но и предложения. В общем, девочка добрая, хорошая и явно домашняя. Спасибо большое, Татьяна. Давайте еще покажем ребенка. Все-таки больше внимания нам требуется на ребенка, чтобы родители, если нашлись или знакомые, кто знает, что это за ребенок. Ну и предварительно, как нам совсем несколько минут назад сообщили из полиции, приблизительно найдена мать, установлена. Но это не факт. Возможно, женщина, 29-летняя, жительница Осинского района, из поселка Приморский, и зовут ее Альфия Трескала. Трескала, вот такая фамилия. Но пока мама не объявилась, пока никто не найден, я хочу, чтобы вы запомнили телефоны, по которым можно обратиться и сообщить о родителях что-либо, или о ребенке, если кто знает. Павел, тебе слово. Александр, спасибо за информацию. Будем надеяться, что родители девочки найдутся, объявятся в ближайшее время. Сел пьяным за руль в тюрьму. Пьяных водителей будут отправлять под суд. За минувшие выходные в Иркутской области было задержано более 200 нетрезвых водителей. Из них 38 в областном центре. Сейчас на арест площадки находится около 160 автомобилей. Материалы по фактам вождения в состоянии алкогольного опьянения переданы в суд для принятия правового решения. В Иркутской области нет банкротов в сфере туризма. По словам исполнительного директора Сибирской байкальской ассоциации туризма Галины Солониной, туристические агентства при Ангаре устояли даже в сложнейший период резкого падения курса рубля, что свидетельствует об их профессионализме. Как сообщает Телеинформ со ссылкой на Ростуризм, число турфирм в России за последние три года снизилось в четыре раза. Только за последние 12 месяцев с рынка выездного туризма ушло 538 агентств и туроператоров. Авиакомпания Якутия заняла второе место в списке самых непунктуальных авиакомпаний в стране. Как сообщает Байкал-24 со ссылкой на Росавиацию, в мае перевозчик задержал 85 из 1066 рейсов. А это почти 8% от общего числа перелетов. На первом месте московская авиакомпания Red Wing. Тройку замкнул перевозчик из Красноярского края Турухан. Что касается иркутских авиалиний, Ираера остановилась в шаге от третьего места. За последний месяц весны она выполнила 812 рейсов и в 62 случаях заставила ждать пассажиров. Авиакомпания «Ангара» находится в середине этого списка. По данному показателю задержка составила почти 5%. 11 миллионов рублей получил Красноярский художественный музей на закупку произведений искусства известного скульптора Дашина Мдакова. Три скульптуры со скидкой от самого художника были куплены за счет денежных подарков обычных горожан. Всего же благодаря переговорам, проводимым в течение года, посетителям музея увидят 4 скульптуры и 2 графических листа всемирно известного художника. По словам заместителя и директора художественного музея, Дашин Мдаков сам очень хотел, чтобы в Красноярске были выставлены его произведения. На этом пока все. Если вы хотите стать нашим мобильным репортером, присылайте свое видео на электронную почту. Ее адрес вы сейчас видите на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28. Мы увидимся в 14 часов.